Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о книге пророка Иеремии, обратимся сейчас к 20 главе. 20 глава начинается с рассказа о том, что один из начальствующих в храме Господнем, некто пасхор сын Емеров, священник, услышал слова пророчества Иеремии, предыдущие слова, где речь шла о том, что как сокрушает Господь негодный глиняный сосуд, так будет сокрушен Иерусалим. Иерусалим за человеческие жертвоприношения, за то, что предали завет. Вот этот самый пасхор услышал эти слова Иеремии и так возмутился тем фактом, что Иеремия позволяет себе пророчествовать бедствия, что ударил Иеремию пророка и посадил его в колоду при вратах Иеремии, при доме Господнем. То есть заковал в колодке, по-видимому, ноги пророка Иеремии от возмущения, что Иеремия говорит то, что не должно говорить, то, что сам пасхор хотел бы скрыть, то, что он не хотел бы донести до слуха народа или до слуха царя. В данном случае это не имеет принципиального значения. Иеремия только что в предыдущей главе говорил о том, что нет ни воли, ни правды Божьей в том, чтобы жертвовать человеческими жизнями. И те, кто это делают, тем самым неминуемую гибель на себя навлекают. И вот образ разбитого кувшина здесь работал. Вот именно этого пасхор не хочет слышать и не хочет, чтобы слышали те, кто находятся в доме Господнем. И на следующий день он выпустил Иеремию, думая, что, может быть, Иеремия образумился и не будет теперь такое говорить. Иеремия ему сказал, это вообще один из таких, не то чтобы распространенных, но значимых приемов в пророческой культуре, когда люди или явления меняют имена. И поэтому вот он говорит пасхору, не пасхор назвал тебя Господь, что означало бы мир всем, мир вокруг, а имя тебе Магор Мисавив, ужас вокруг. Ну, во-первых, в это время принято считать, что если пророк вот такое говорит, меняет имя, меняет имя. Ну и, конечно, пасхору не надо будет выправлять новый паспорт на обновленное имя. Само собой разумеется, он будет продолжать пользоваться тем же. Но все-таки какое-то значение это пророчество имеет. Во-первых, а во-вторых, эти люди все же довольно часто и довольно глубоко уверены, что имя тесно связано с сущностью того, кто это имя носит. Поэтому именно они иногда вот именно используют говорящие, меняют их. И вот Иеремия говорит, имя тебе не мир вокруг, а ужас вокруг. Ужас вокруг, потому что ты будешь ужасом для тебя самого и для друзей твоих. И всего Иуду придам в руки царя Вавилонского и отведет их в Вавилон. И ты, пасхор, тоже уйдешь пленным в Вавилон. Здесь таким образом становится видно, что не просто бедствие, не просто сокрушение на голову жителей Иерусалима приведет Господь, а что это будет именно вавилонское изгнание, вавилонское пленение. Весьма вероятно, что эта проповедь звучит уже после гибели царя Иосии, в то время, когда вавилонская держава все более и более доминирует в ближневосточной политике. Ну вот, так или иначе, Господь через Иеремию говорит этому самому священнику-пасхору, что я сделаю тебя ужасом для тебя самого, все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов и отправят их в Вавилон. И здесь уже, в общем, и нет разговора о том, что если вы отвратитесь от злых дел своих, то наказание может быть отменено, потому что мы видели в предыдущей главе образ глиняного сосуда. Если он разбит, он уже разбит. Уже с этим это невозможно вернуть обратно. Для Иеремии на самом деле это все, конечно, очень больно. Очень больно. Поэтому он, сидя в колодках, куда его заковал пасхор, говорит, ты влек меня, Господи, я увлечен, ты сильнее меня и превозмог. И каждый день я в посмеянии, всякие издеваются надо мною. Снова и снова мы видим, что Иеремия, вероятно, по своему характеру склонен был бы промолчать. Он произносит эти пророчества не потому, что такова его интенция, а потому, что Бог сильнее. Ты сильнее меня и ты превозмог. Ты влек меня и я увлечен. Вот нельзя сказать, чтобы так бывало всегда, но весьма и весьма часто у людей, которые слышат правду Божью и свидетельствуют о ней, а такие есть во все времена, вот это часто приходится делать, перешагивая через себя. Для Иеремия это трудно. Лишь только я начну говорить, кричу о насилии, воплю о разорении, и слово Господне обратилось мне в поношение. Из-за этого слово Господне все его Иеремию ненавидят. И вот я подумал, не буду больше ничего говорить, но в моем сердце был как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. Он не может. Он бы и хотел замолчать и вообще больше не пророчествовать, но он не может, потому что вот пламя в его сердце, и вокруг него, вокруг себя Иеремия слышит шепот такой, сговор окружающих. Заявитесь, делаем донос, и вот все живущие со мной в мире сторожат за мной, не споткнусь ли я. Это время, когда пророчество, если оно подлинное пророчество, в той или иной степени обязательно является политическим выступлением. Ну и, может быть, если хотите, еще социальным. Потому что пророки, как, например, Иеремия, говорят против власти и народа, против политического курса власти и нравственного облика народа, обличая то и другое. И вот они смотрят, не попадется ли Иеремия, не скажет ли он что-нибудь такое экстремистское, что его можно будет привлечь к ответственности и придать в руки стражников царя. Но со мною Господь, и поэтому те, кто гонит меня, сильно посрамятся. Снова Иеремия уповает на то, что Бог видит внутренность. Ты видишь внутренности сердца и испытываешь праведного. В Евангелии о Господе Иисусе Христе говорится, что не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал ему о человеке, но сам знал, что в сердце человека. Вот это разговор о том же самом. Бог испытывает праведника и видит внутренности сердца. Видит сердце таким, какое оно есть на самом деле, которое и сам человек иной раз не готов увидеть, как оно есть. И вот Иеремия доверяет свое дело Богу и говорит, поэтому пойте Богу, пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Бог, который видит в сердцах, Он отличает праведного от неправедного. Ну и снова и снова пророк сетует и говорит, проклят день, в который я родился. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын. Для чего я вышел из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии. Иеремия претерпевает труды, враждебность, заговоры окружающих. Он с трудом горькую правду Божью провозглашает и провозглашает и провозглашает. И результат ноль на самом деле. Его, по сути дела, никто не хочет слушать, когда Он говорит, когда Он предупреждает, когда Он призывает. И вот поэтому Он говорит о том, что дни мои исчезали в бесславии. И это действительно трудное дело. Трудное дело, когда Бог тебе нечто поручил, ты это делаешь, а результата не видишь. Потому что этот результат оказывается недостижимым. Потому что, вот как в случае Иеремии, не происходит обращение народа к Богу. Это действительно очень мучительное дело, мучительный путь. И поэтому такой скорбной звучит вся эта глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok